Иисус 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 его в твоем имени сила бог иисус господь скажи нет тебе 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 нет подобных сейчас ибо господь твое бог все царство твоя бог вся слава имя превыше всех имен в твоем имени сила бог в твоем имени сила бог ты царь и и иисус твоим имени сила бог не счастье сравнить его твоем имени сила бог иисус господь мой твоем имени сила бог твоем имени сила бог ты и 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 Царь, Ты Господь, и все покорилось Тебе, Господь. И мы тоже склоняемся перед Тобой, перед нашим Царем, перед нашим великим Господом, перед Которым преклонится всякое творение, ибо в Твоем имени есть сила, Господь. Все управляется Тобой, все направляется Тобой, все от Тебя к Тебе и Тобою, Господь. И мы славим Тебя и возвеличиваем Тебя на этом месте, потому что Ты наш Господь, Аллилуйя! Дайте Ему хвалу, дайте Ему славу, Он достоин, Он великий, Он чудный, Он сотворяющий. Нет ничего, нет никого превыше имени Иисуса Христа. И Он наш Царь, и Он наш Господь, и мы принадлежим Ему, Аллилуйя! А если Бог с нами, то кто против нас? Скажи, если Бог со мной, то кто против меня? Аллилуйя! Дайте Ему хорошую хвалу, дайте Ему шум, Устройте шум многих вон на этом месте. Он великий, Он чудный, Он превознесенный. Господь, и мы молимся, чтобы Ты благословил нас сегодня Словом Твоим. Пусть Слово Твое, оно как семя будет попадать в наши сердца, давать сходы и приносить плоды. Я прошу Тебя, Господь, чтобы на этом месте была открытость к слышанию Слово Божье и способность слышать Слово Божье и также способность поступать по этому Слову. Во имя Иисуса Христа возьми сегодня, используй меня для своей цели, как инструмент, Господи. Пусть я буду в Твоих руках для того, чтобы Ты мог говорить сегодня в жизнь людей так точно, чтобы разрушать все оковы, все, что ими обладает, и приносить им свободу, Господь, приносить им счастье, радость, для того, чтобы они могли быть письмом читаемым и свидетелями Тебе, прославляя Твое величие на всяком месте, куда Ты их поставил. Во имя Иисуса Христа благослови это собрание, благослови моих братьев и сестер, благослови каждого из нас, и пусть мы будем истинно благословенными людьми. Во имя Иисуса молился я Тебе, весь народ да скажет, аминь, воздайте Богу ухвалу, он достоин. Спасибо прославлению, спасибо вам, драгоценные наши. Вы молодцы, слава Господу, повернись к соседу, скажи, не унывай, не унывай, ты ребенок Бога. Бог не оставляет своих детей. Друзья, Бог не оставляет своих детей. Писание говорит, что вот наивысшая форма благодати, или написано слава благодати, это не то, что у тебя все получается в жизни. Некоторые думают, вот когда у меня все получается в жизни, вот эта благодать поперла. А если и у жены получается, тогда благодать на благодать. А если еще и у детей, даже такого и в Писании не написано, это вообще. Нет, Библия говорит, что вот наивысшая форма, или слава благодати заключается в том, что мы дети Божьи. Представь, ты усыновлен, ты принят в семью, и Бог такой родитель, которому нет равных на земле, он лучше, и такой родитель никогда тебя не оставит, никогда тебя не бросит. О, я много плохого сделал, ну и что? Я видел, как родители в тюрьмы приезжали к своим детям, и привозили последнее, и отдавали им, потому что они любили своих детей. То же самое и с Господом. Даже если ты плохое сделал, люди тебя осудили, ты где-то на задворках своей жизни, Бог придет и туда за тобой, и поднимет тебя. Скажешь, не теологические вещи, говорю, не знаю, я знаю своего Бога, что у него такой характер любящий, теологический, не теологический, Бог любит тебя, и никогда тебя не оставит. Скажи аминь. Можно уже принимать причастие. Слава Богу. Все, этим уже все сказано, поэтому расскажу, где я был. Вы заметили, наверное, может быть, кто-то и не заметил. Нас две недели не было, два воскресенья. Мы как бы здесь были, ну, два воскресенья нас не было. Одно воскресенье мы служили в Краснодаре, в церкви, отчий дом, у пастора Александра Александровича Хомякова. Это было замечательное время. Послужили, Бог использовал нас. Надеюсь, что кто-то получил слово, откровение. Бог кого-то исцелял, были свидетельства какие-то. Вот. И потом мы поехали в Армению. Вы знаете, мы поехали на конференцию, в слово жизни, к Артуру Симоняну. Я понял, что пастор, у которого в церкви есть армяне, должен ездить в Армению. Получать помазание. Иначе тебя не примут. Друзья, я разговаривал с Артуром Симоняном, он молился за меня. Так что все армяне сказали, Аминь. Все, я принят. Халилюя. Да. Ну, на самом деле, я понял, что я люблю армянский народ, я люблю еврейский народ, я люблю украинский народ, я люблю русский народ, и я люблю всех детей Божьих. Больше всех. И в Иисусе Христе нет никакого разделения. Мы сидели, Артур Симонян начал говорить, где они армянское служение начали. Там, в том городе, в этой церкви. У меня такая идея родилась. Думаю, надо после собрания подойти и сказать, пастор Артур, позволь у вас русскоязычное служение начать. А почему бы и нет? Правда? И я понял, что мы все одни в Иисусе Христе. Слава Богу! Это было чудесное время. Я молился Господу, я просил Господу, дай мне слово. Моя мечта, может быть, кто-то знает, церковь, пять тысяч человек и сто насажденных церквей. Может быть, я не сделаю это при своей жизни, но я кого-то этим заражу, и если это сделают после моей жизни, я на небесах это увижу. И я хочу большую церковь. Я мечтаю о большой церкви. Я молюсь за большую церковь. Большая церковь, большие возможности. Мне радостно, когда полный зал людей и даже мест нет. Конечно, я могу и для двоих людей служить, но лучше, когда их тысячи. Вот так, знаете, какая-то динамика. Сегодня смотришь на чемпионате мира, все стадионы забиты, и все смотрят, какой-то кожаный шарик гоняют, и все там билеты покупают, а в церкви нет никого. Где жизнь вечную раздают за бесплатно, люди не приходят. И мое сердце, оно тревожится. Я молюсь за эту церковь. Я всегда хочу, чтобы она росла. Но вижу, люди приходят, уходят, опять приходят, опять уходят. И как-то, знаете, грустно становится. Ты пашешь, 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 а ничего не видишь. И я стою перед собранием и говорю, Господь, скажи слово, ну скажи слово, что не так? Почему не эдак? Вроде бы сердце мое, ты знаешь. Нет никакой корысти, никакого злого умысла. Все по Писанию. И приходим на собрание, Леонид Малько проповедует о чем-то. И вдруг он говорит, знаешь, вот есть такое положение или состояние, когда ты пашешь, 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 и ничего не видит. И начинает рассказывать, как в детстве отец его запрягал в плуг. И я говорю, он про меня рассказывает. Вот знаешь, как будто с моей жизни срисовали. И вот все, что он рассказывал, как он за этим плугом ходил, как лошадка. И я говорю, да послушай, это же моя жизнь. И он в конце говорит, есть помазание пахаря. Я говорю, интересно. Ну-ка давай, давай, Леонид. И он говорит, ты иногда пашешь, пашешь, а впереди поле, оно огромных размеров. Я говорю, да, точно, это так. Но знаешь что? Когда ты обернешься назад, ты увидишь вспаханные борозды. И однажды это поле закончится. И он говорит, паши. И я говорю, спасибо, Господь. Я принимаю помазание пахаря. И будем вместе с вами пахать. Аллилуйя. Но мы не только будем пахать, мы еще и будем сеять. И сегодня я хотел бы сказать слово, которое вложил в мое сердце Господь. Оно называется, кто сеет, тот и имеет. Кто сеет, скажи, я сею, поэтому я и имею. Да, повернись к соседу, скажи, если ты еще не сеятель, предлагаю вступить в кооператив сеятелей. Да, скажи, вступай в кооператив сеятелей. Будь сеятелем. Друзья, я не знаю, замечали ли вы за собой, что попав в то, о чем вы так долго мечтали, вдруг ты понимаешь, что само ожидание было лучше, чем то пребывание, в котором ты находишься, и которого ты ожидал. Смотришь на людей, они мечтают создать семью. Два молодых человека встретились, планируют будущую семью, планируют, как у них все будет. Они счастливы от ожидания. Но потом смотришь, поженились, прошло какое-то время, и вроде как-то вот это счастье стало угасать, и они стали волочить какую-то обыденную жизнь. Смотришь на человека, который только пришел в церковь, он просто восхищен. Его все впечатляет. Он вкушает каждому слову проповедующего. Он накровениями полон, всем рассказывает о том, какой благий Бог, какой у них классный в церкви пастор. Такие супер проповеди, говорит. И каждый раз, как из моей жизни, как будто подсмотрел за моей жизнью. Потом проходит, а потом говорит, а люди какие, они улыбаются, они такие прекрасные, они такие добрые, они такие хорошие. Я как будто на небеса попал. Проходит некоторое время, и смотришь, пастор не такой уже хороший. Уже чушь прекрасную несет. Надо бы проверить, так ли говорит Писание, как он говорит. А люди, это, оказывается, был фасад. Потом, когда я пригляделся, туда, поглубже внутрь, как и везде, все то же самое. Все ищут своего. Все эгоисты. И смотришь, у этого человека радость пропала, и он уже в церковь ходит, как из-под палки, и у него начинается жизнь, которую я назвал от случая к случаю. От гостя к гостю. От конференции к конференции. От какого-то события до какого-то события. И когда ты смотришь на людей, на христиан, я не говорю мирских людей, то ты замечаешь одну тенденцию, что многие из них, я не говорю все, но большинство сегодня из них несчастливы в своих церквях. Они как бы в Боге счастливы, но они несчастливы в своих церквях. Вот бы, чтобы что-то изменить. Они несчастливы в своих городах, они несчастливы в своих семьях, они несчастливы на своей работе, они несчастливы в том месте, где их поместил Господь. И они живут ожиданием каких-то изменений, смотря в будущее и думая, что когда-то что-то изменится. А еще хуже, они живут в прошлом, воспоминания того, что было хорошо в их жизни. Вот там, тогда, так было классно. Но однажды, такой русский писатель, Лев Николаевич Толстой, сказал такие слова. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Счастлив тот, кто счастлив сейчас и сегодня в своей церкви, в своей семье, на своей работе. Не завтра, когда, может быть, какие-то события придут, потому что мы так много ожидаем этих событий, но когда они приходят, мы понимаем, что они развиваются не так, как мы их ожидали. И само ожидание становится более приятным, чем то событие, в котором ты сегодня находишься. Но счастливый человек по-настоящему, тот, кто говорит, я всем сегодня доволен. Аллилуйя тебе, Господь! И когда мы открываем Священное Писание, 91-й Псалом, то мы видим, псалмопевец говорит такие слова. Он говорит, праведник, мы же все праведники, или тут нечестивцы есть, грешники есть, мы все грешники и праведники. Удивительно, в Боге все удивительно. И он говорит, праведник, друзья, цветет, как пальма, и возвышается подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, не вянут, сказано, не жухнут, цветут во дворах Господа нашего, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Но в этом псалме, если мы его весь прочитаем, я только взял пару стихов, на которых буду опираться, мы увидим, что псалмопевец сравнивает нечестивца с травой, у которой цвет только лишь на время, который в свое время засохнет, завянет. И он говорит, а праведник, он подобен пальме. Вы знаете, пальма это удивительное растение. Оно вечно зеленое дерево. И цветет оно удивительно. У него вот такой вот цвет, посмотрите. Называется, как метелкой. В этих соцветиях сотни и сотни цветов. И также пальма, она плодоносит множеством плода. Она приносит с одного дерева от 250 до 500 килограммов плода фиников, если брать финики. Пальма имеет удивительную способность, удивительную устойчивость к разным временным климатическим условиям. Она может как и низкие температуры переносить, так и высокие температуры переносить. Оно может переносить засуху, потому что она развила такую корневую систему, что в глубину на несколько десятков метров уходит ее корень. И она с нижних слоев воду черпает, как насосом, и высасывает. Огромный ветер, сильный ветер, который дует на нее, он может склонить ее до земли, но она не переломается. Вот такая вот пальма устойчивая. И то же самое кедр, который стоит на горных вершинах, он могучий, достигает до 50 метров в высоту, до 6 метров в охвате. И его крон, она зонтикообразная, вот такая вот становится уже в зрелом возрасте этого кедра. Он растет на гористой местности. Его корневая система устроена таким образом, что она не в глубину, а наоборот, в ширину распространяется, охватывая каждый камешек для того, чтобы держать вот это огромное дерево. И вот салмопевец сравнивает жизнь праведника вот с такими деревьями, говоря, что праведник крепок, сочен и плодоносен во все времена, друзья. И Писание говорит, он как дерево посаженное при потоках воды, лист которого не вянет, и плод он приносит свой во время свое. Вот такой вот праведник, и мы в этом стихе, в этом салме находим секрет, почему же праведник такой, почему праведник такой. И здесь сказано, он насажден в Доме Божьем. То есть, другими словами, укорененность. Вот секрет, он корнями своими укоренен в Бога. Он пустил корни свои для того, чтобы быть насажденным и корнями схватиться за Господа. И люди, которые укоренены в Боге, в своих семьях, в церквях, в дружбе и так далее, они счастливы и благословенны. Они счастливы и благословенны, потому что они укоренились, они пустили корни. Они никак нечестивые, которые, как трава, мотаются в разном ветром учения, которые оторвались от корня, потому что стебель их был слаб. И вот их мотают эти ветра, услышали это, бежим туда, услышали это, бежим туда, в ту церковь пойду, в эту, в семье не нравится, семью поменяю, работу поменяю. Нет никакой укорененности и нет никакого благословения и счастья у таких людей. Они живут в будущем или в прошлом, но в настоящем они не счастливы. Но тот, кто укоренился, тот счастлив и благословен. Будешь ли ты благословенным и счастливым человеком, будет зависеть от того, в какую категорию людей ты будешь входить. Я вам назову две категории, которые я вывел из этого и всего. И первая категория называется «Те, кто ожидает манну». Те, кто ожидает манну. А вторая категория, она называется так «Кто сеет, тот и имеет». Вы все, наверное, помните историю, как Бог вывел свой народ из рабства Египта. И как Он только их ввел в пустыню, Он сразу же дал им манну. Манна – это было обеспечение израильского народа, которое падало с небес каждое утро. И человеку не нужно было делать ничего. Ему нужно было встать с утра пораньше, взять кошелку, ведро, тарелку, тазик, корзинку, сумку, не знаю, что у них там было, выйти и набрать манны. Столько, сколько им нужно было на один день. И так было в течение сорока лет, пока израильский народ не встал перед землей ханаанской, в которую он должен войти. Вы знаете, что я хочу сказать? Бог всегда ведет свой народ из славы в славу. Бог всегда хочет для вас лучшего. Он не оставляет в прошлом, не оставляет в худшем. Он хочет лучшего. И вот он подвез свой народ к земле ханаанской, к земле обитованной. Мы знаем, что весь люд, которому было больше 20 лет, и Моисей в том числе, который 40 лет, их навигатором был и водил их по пустыне. Что-то там в системе сбой был какой-то. Он тоже умер. И Бог ставит Иисуса Навина во главе своего народа. Иисус Навин переходит реку Иордан и в Галгале заключает завет с Господом через то, что все эти молодые люди, они были обрезаны. И дальше там написаны такие слова. Иисус Навина, книга Иисуса Навина, 5 глава, 10 и 12 стих прочтем. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна, друзья, послушайте, это важно, а манна перестала падать. На другой день, после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Здесь сказано, друзья, что как только они стали вкушать плоды той земли, манна перестала падать. Не стало, сказано, больше манны. И сказано, что целый год они ели плоды той земли, земли ханаанской. Представьте себе, 40 лет каждый день манна падала с неба, и люди вкушали эту манну. А те, которые перешли через реку Иордан и стояли станом в Галгале, а тех людях, которых здесь идет речь, они вообще не видели другого обеспечения. Они родились, манна падала. И вот вдруг они вкушают плоды, и манны не стало. Авраам утром встает, протирает глаза, по обыкновению идет с ведром. Нет манны. Пойду к Моисею схожу. Моисея, слушай, мои ангелы там сегодня что-то напутали. Манны мне не накидали. Да я тоже в таком же состоянии. И у меня манны нет. Харизматы, наподобие нас, сразу бы обвинили дьявола. Они бы сказали, слушай, это его происки. Все время манна была, а тут вдруг манны не стало. Но знаете, это был Божий план, потому что Бог хотел, чтобы они начали возделывать землю, сеять на этой земле и получать с нее плоды. Каждый из нас, друзья, нуждается в обеспечении и в духовном, и в материальном плане. И когда обеспечения нет, человек умирает либо духовно, либо материально. Поэтому мы ищем этого обеспечения. И вот для народа израильского обеспечения как раз была манна. Пусть очень скудно, пусть не богато, но она была. Плюсы заключались в том, что ничего не надо было делать. Ты вышел, и манна, вот она, пожалуйста, лежит. Второй плюс это стабильность. Манна всегда выпадала. Каждый день ничего не напоминает. Ничего не надо делать и стабильность. Да это мечта каждого. Мечта просто ничего не делать и постоянно стабильно манна выпадает. И еще третий плюс было. Зависимость от Бога. Они зависели от того, чтобы быть в стане. Если ты выйдешь за стан, то манны не будет. Как мне напоминает это сегодня христианство? Пришел в церковь, чтобы что-то там выпало. Пошел домой. Ничего не делаешь. И все само собой спорится. Ладится. А если не так, то значит пастор неправильно проповедует. Помазания нет. Благодати нет. Или еще чего-то нет. Но были минусы. Был достаток, но не было избытка. Манна выпадала, но если ты ее наберешь больше, чем нужно, она гнила и превращалась в черви. От тебя вообще ничего не зависело. Ты просто должен был выйти и набрать. Единственное, берешь или не берешь. Но сколько ее выпадет, когда она выпадет, от тебя ничего не зависело. И постоянство, и однообразие. Однообразие. Постоянно манна. Может быть ее жарили, может быть ее парили. Но она манна. Говорят, из картошки есть 150 или 200 видов блюд. Но как ты ее не делай, она все равно картошка. Ты не сделаешь из нее мясо, не сделаешь из нее рыбу. Это однообразие. Помните фильм «Белое солнце в пустыне», когда Сухов говорит, опять икра. Я бы сейчас поел икорки. А он говорит, опять икра. И у него такая чашка этой икры осетрины стоит. И он говорит, опять икра. А представьте, 40 лет манну есть. Она говорит, как лепешка с медом. Да если вам дать лепешку с медом на две недели, вы плеваться начнете через две недели. Скажешь, хватит мне лепешки с медом. Дайте шашлык хочу. Шашлык дайте. Друзья, некоторые люди, к моему сожалению, подобно израильскому народу, блуждают в пустыне и ожидают манны с небес. И когда манны нет или ее не хватают, они начинают возмущаться. Потому что, когда евреи ходили по пустыне, им надъедала эта манна, они начинали возмущаться. И знаете, что они делали? Они вспоминали то обеспечение, которое было в Египте. Они не вспоминали те тяжелые условия, которые были в Египте. Они не вспоминали те плетки, которые ходили по их спинам. Они вспоминали обеспечение. Дыню, лук, чеснок. И они даже не вспомнили, как они изнуряли от рабского труда. Вот так устроен человек, вот так устроены люди. Бог их вывел из рабского труда. Но вдруг обеспечения недостаточно, потому что они ждут манны, и они начинают вспоминать те условия, вернее, то обеспечение, которое было там. И искать свое обеспечение. Вот такие люди, друзья, не пускают глубоко корни. Они всегда ждут обеспечения. Им всегда все должны. Им всегда всего мало. И они всегда ропчут. Им должен пастор, им должны лидеры, им должен дома муж или жена. Им все все должны. И все все делают неправильно. И все потому, что эти люди не пускают глубоко корни. Они просто ищут обеспечение. Им нужно обеспечение. Я люблю, знаете, покушать окрошку. Ну, нравится мне окрошка. Вот рос я в таком месте, где мама делала хороший квас, делала окрошку. И вот как-то пару лет назад здесь есть кафе Хайвей. И мы пронюхали, что там есть хорошая окрошка. Я помню, еще Колясников был. Он эту тему нам показал. И мы, знаете, так кушали каждый раз эту окрошку. И она такая вкусная, действительно была. Некоторые плохо делают окрошку, а там делали ее хорошо, по-настоящему. И вот однажды мы приезжаем, я уже не смотрю меню, я просто говорю, окрошку, гарсон. А девочка стоит и говорит, а окрошки нет. Вы не представляете, какое мое возмущение было. Как нет окрошки? Как будто с самого утра я позвонил, как директор этого кафе, сказал, чтобы была окрошка. Приехала мне, говорят, окрошки нет. Ну, вы не просто сказали окрошки нет, а сказали окрошки нет. Нет! Вы знаете, как обидно было? Я чуть ли не ушел. Я хотел уйти, раскритиковать это кафе и уйти. Ну, знаете что? Она говорит, вы понимаете, окрошка это сезонный продукт. И мы ее делаем только на лето. А лето закончилось уже. И мы убрали ее из меню. Это было их меню. И они ставили там, что должно быть в этом меню. Мы, говорят, убрали ее. Ну, вы полистайте меню, может быть, вы найдете что-то другое. И вы знаете, я открыл для себя уху. Не менее вкусную. И даже, может быть, вкуснее, чем окрошка. И я увидел, что в этом меню есть много и других хороших и вкусных блюд. А я уже квасом, извините, покрывался от этой окрошки постоянно, кушая ее. Знаете, Бог... Послушайте меня внимательно, друзья. Бог прекращает привычное нам обеспечение для того, чтобы показать, что один сезон закончен, и ты должен переходить уже в другой сезон. Поэтому Он перекрывает тебе источники. Как Илью перекрыл поток и сказал Илье, тебе надо пойти и сделать чудо. Тебе надо пойти и сказать, чтобы дождь пошел. Может быть, сегодня и твои источники перекрыты, и манна перестала падать в твоей жизни. Так вот, Господь хочет, чтобы ты вышел из этого сезона и перешел абсолютно в другой сезон. Он откроет для тебя двери, которые никто не сможет закрыть, и ты увидишь гораздо лучшее и большее того, в чем ты находился. Халилюя! Скажи Богу аминь! Но если ты тот человек, который ожидает манну, то хочу сказать тебе, настройся на то, это тоже тебе рекомендация пастора, ты скажешь, нет, я по благодати буду прорываться, настройся на то, что ты всегда будешь огорчен. Ты будешь огорчен своей семьей, где нет манны, ты будешь огорчен своим бизнесом, где нет манны, ты будешь огорчен своей церквью, где нет манны, ты будешь огорчен своими друзьями, которые не сыпают манну, потому что сезоны, друзья, они заканчиваются, и начинаются другие сезоны. Знаете, как мне нравится лето, где 21 и 24 градуса тепла? В июне так было хорошо и комфортно, а сегодня жарко, потому что другой сезон. Ну, есть один плюс, я тройку-четыре килограмма сбрасываю в это время. Хорошо. Аллилуйя. И для кондиционерщиков находится работа в этот сезон. Правда? Есть разные сезоны. Не будь таким человеком, который ожидает манну. Ты не найдешь своего благословения и своего счастья, если ты будешь таким. Будь другим. Будь вторым типом людей, которые знают, что надо возделывать землю и засевать ее. Знают, что надо ее засевать в любые времена. Они подобны Исааку. Который пребывал в земле, которую Бог дал ему. Послушайте, Бог дал эту землю Аврааму и сказал, тебе, Авраам, и потомкам твоим даю я эту землю. И нам кажется, когда Бог что-то мне дал, то все, там должно все пышать, там все должно расти, все должно быть нормально. Но вдруг написано в Библии, голод пришел в эту страну, в эту землю, в которой был Исаак. Не хватать стало обеспечения. Нет обеспечения, голод, недостаточно. Хочу больше, семья страдает. Можно умереть от этого голода. И Исаак вдруг видит Египет и говорит, слушай, там есть обеспечение, я пойду в Египет, я возьму семью, я там устроюсь на работу, я там буду получать хорошую зарплату, у меня там все будет хорошо. Так же однажды поступил Лот, который стоял с Авраамом, и Авраам ему говорит, ну что, куда пойдешь, в пустыню или в сады цветущие? И естественно, Лот выбрал сады, которые при гаморе были, которые цвели, но он не знал одного, что там не было Бога, а Авраам ушел с Богом в пустыню. И мы видим, кто истинно процветал, а кто потерпел поражение. То же самое с Исааком происходило. Он увидел Египет и сказал, я пойду в Египет, там есть обеспечение. Но к нему пришел Господь и стал говорить к нему и сказал, не ходи в Египет, оставайся в этой земле, я буду с тобой и я благословлю тебя. Разве нам Господь не сказал, что Он будет с нами благословить нас? Разве не так? Бог сказал, я буду с тобой и я благословлю тебя. Я не знаю, может быть, вы этого не знаете, но я хочу вам открыть, что как только вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, вы приняли обетование, принадлежащее Аврааму, Аврааму, которому Бог сказал, я буду с тобой и я благословлю тебя. И мы благословенные люди, и Бог с нами. Но посмотрите, Бог не благословил сразу же Исаака, как только сказал, и сразу с неба упало все на него, как мы иногда ожидаем. Он благословил его вот после чего. Давайте откроем Бытие 26 главу. И прочитаем с 12 стиха. Посмотрите, и здесь сказано, и сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Что делал Исаак? Подождите. Сеял Исаак. А дальше написано, и стал великим человек. Сей. Мне вот это слово так нравится. Я знаю, что здесь сказано, человек тот, если перевести. Но здесь так написано в русском синодальном переводе, что мое сердце разрывается. Человек сей. Человек сей. Человек сей. Скажи сей соседу. Сей. И возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Друзья, когда Бог благословил Исаака? Когда Бог благословил Исаака? После того, как Исаак начал сеять. Послушайте меня, если вы хотите быть великими людьми, начните сеять. И даже во времена засухи. Потому что тот, кто сеет, он не смотрит на ветер. Он не смотрит на ветер. Не смотрите на обстоятельства. Начните сеять. Ты скажешь, что я могу посеять? У меня же нет ничего. Хочу сказать и вдохновить тебя. Все, что тебе нужно сеять, есть внутри тебя. Потому что Господь дает семя сеющему. Халлилуйя.